можете показать сначала действие в одну потом короткая смена и полет уже с другой стороны и идет выстрел пожалуй сильнейший удар слаженность всех звеньев и дает ему ну буквально пушечный эффект да что совершенно в тупик ставит боксеров приветствую всех на канале по dance with мы в школе боксера джонса младшего с нами мастер спорта международного класса по кикбоксингу александр старости александр приветствую приветствую вас о чем мы сегодня на зрителей поговорим мы сегодня о боковом ударе ну для начала да как ставится у нас рука как ставится кулак ну да да в зависимости от дистанции у нас немножко разница и угол постановки кулака да скажем на ближнюю дистанцию там где нужно пожестче иметь сцепку скажем образно вертикали и всей осью опоры и включить максимально большее количество мышц мышечных волокон до лака рекомендуется держать все-таки на себя ударная часть передние две костяшки чем дальше боковой дальше траектории длиннее траектория она вынуждает чуть больше разворачивать кулак удерживая по признаку по по прежнему удерживая кулак локоть и плечо даже второе плечо в одну линию являетим сам рычаг и совсем длинные удары рекомендуется все-таки удерживать по горизонту где попадание приходится на переднюю костяшку вот это вот есть особенности но вот у меня почему-то когда я бью на ближней дистанции заворачиваю кулак вот именно так кружу меня болит запясть да когда же бью меня все нормально важным моментом который вас охраняет от получения ненужной травмы это соблюдение горизонтальности выноса кулака на с локтем на исходную траекторию горизонтально не ронять кулак иначе все это движение утрированная сейчас показывают да она не таким должно быть она должны должно быть подобно косе срезающий раз на одной высоте идет выход если в целом рассматривать то выглядит это так даже из этого положения до не заряженного до в целом до начинается с отталкивания с одной опоры на другую и как только центр тяжести пересекает линию атаки локоть с кулаком должны выйти на единую горизонтальную траекторию и здесь за счет кратчайшую то что сама по себе мышцы короткой да она догоняет ушедшую вперед вертикаль вот как он выглядит должен при таком положении кулаках гарантированно вы не получите травму ну вот слов было сказано много много нюансов но все это наглядно то она по понять должно быть начнем с дальней дистанции передней боковой да он может быть в качестве завязки наносится он может наноситься в единичном варианте да когда мы делаем этом скачки к нему здесь несколько разная техника работы ног до первое да мы делаем классический подскок как как для двойки обычной двойки на ноги обратим внимание подскок с дальней ноги потянуть мысок вперед и момент приземления вот момент приземления сочетается с быстрым выносом локтя и кулака на исходную позицию и да это позволяет неожиданно этот удар приземлить и продолжить серии вот раскачиваем 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 и вот как этому в качестве завязки атаки до за доли секунды за доли долей секунды до прибытия кулака в цель ваши ноги уже должны прибыть но это главный момент на движение настолько короткая что просто полета руки не хватит времени нет на это да нужно успеть только вынести и главное по приземлению вот этот момент сохранить он короткий но силы его в неожиданности обычно ждут что сейчас пойдет деп деп и тут в обход идет боковой да и следующим уже добивается это одно есть туда есть дальние дистанции также покачивание и на скачке только с размножкой обратите внимание на ноги да вот стоим мгновение примеру это может быть любой удар даже не просто удар да а раскачиваешь выдергиваешь как будто меня да и под какой ты одно из твоих действий когда ты качаешься я смотрю когда ты поближе подходишь ко мне и есть мгновение и и идет выстрел где где в полете мы все так же выравниваем ся и доводим доводим удар до переноса веса на другую опору да выглядит это вот как по пожалуй сильнейший удар да здесь он усиливается всеми звеньями здесь слаженность всех звеньев и дает ему ну буквально пушечный эффект до при условиях координированности да вы принципе можете легко двигать можете показать сначала действие в одну потом короткая смена и полет уже с другой стороны в левше что совершенно в тупик ставит боксеров теперь средняя дистанция на чаще всего удар наносится из положения защиты уклон уход и вталкиваемся нам все что я сейчас вот делал я делал ногой я не прибавлял усилия плеча раз и доводил ногой это к разговору по втыкание широко растягиваться не нужно вот короткий уклон и у вас здесь мгновение только есть и чем быстрее вы сориентируете здесь уйдете и быстрее вернетесь на ту же линию с которой уходили тем вероятнее что именно вы первыми поразить их вашего оппонента в чем особенность нанесения бокового удара на ближней дистанции вот чем они продиктованы слишком близкая дистанция близко соперник нету времени на размах и поэтому действие должно быть максимально коротким в действии одинаковое значение я бы даже сказал большее значение имеют ноги правильно выбранный угол начала толчка и быстро и быстрый короткий вынос на нужную траекторию кулака с локтем как раз именно вы на этой траектории удобно держать кулак завернутым вовнутрь здесь наиболее оптимальная жесткая сцепка руки со всей вертикали дальнейшее же действие делает таз именно вот это короткое действие и заставляет боль даже порой соперника превосходящий у вас в массе все равно чувствовать этот упор вот в общем то это основные движущие моменты и давим давим даем поддавим и еще максимально либо угол опять же вот на меня давит соперник давит обращая внимание баре смотрите за положением таза если он начинает из-под вас уплывать вы не получите хорошего упора да он под вами для на соперника не навалимся по соберите немного ноги вот такой развал приводит как раз таки к потере равновесие до собрать их собрать да и короткий короткой двери левой рукой вовнутрь закручиваем его как будут локтем сдвигаем прям раз раз да и вот отсюда есть возможность нанести раз два три четыре зависит до мы чуть-чуть меняем чуть меняем углу и это укороченный вариант всем нам известно спина у нас ровно в этом положении вниз спины обязан удерживать таз под вами никаких подвалов никаких подломов то есть скажем так вот такого делать не надо да да исключено потому как если вы так сделали 1 вы свалились на пятки да все на пятках уже неустойчиво ближней дистанции упор и прицел это ключевые величины спасибо большое александр спасибо вам оставляйте свои комментарии подписывайтесь на канал чтобы не пропускать интересные видео нажимайте на колокольчик всем бокс не пропускайте удары